Помню, будучи ещё гимназистом пятого или шестого класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой Донской области в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно скучный. От жара и сухого горячего воздуха, гнавшего нам навстречу облака пыли, слепались глаза и сохло во рту. Не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать. И когда дремавший возница Хохо Карпо, замахиваясь на лошадь, хлистал меня кнутом по фуражке, я не протестовал. Я не издавал ни звук. И только очнувшись от полусна, унылый, кротко поглядывал вдаль, не видать ли сквозь пыль деревни. Кормить лошадей останавливались мы в большом армянском селе Бахчисалах у знакомого дедушки, богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого армянина. Представьте себе маленькую стриженую головку с густыми низко нависшими бровями, птичьим носом с длинными седыми усами и широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук. Головка эта неумело приклеена к тощему горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм, в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары. Ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, говорила, не вынимая изо рта чубук, одержала себя с чисто армянским достоинством, не улыбалась, не пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания. В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель, полы издавали запах сухого дерева, прижженного солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи. Дедушка и армянин в полголоса говорили о попасе, о толоке, об овцах. Я знал, что самовар будут ставить целый час, что дедушка будет пить чай не менее часа и потом заляжет спать часа на два, что у меня четверть дня уйдет на ожидание, после которого будет опять жара, пыли, тряски и дороги. Я слушал бормотание двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкаф с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давным-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем. И мной овладевала ненависть к степи, к солнцу и к мухам. Хохлушка в кладке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин неспеша вышел в сене и крикнул «Маша, ступай, наливай чай, где ты есть, Маша». Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной. Я заметил только, что она была тонка в талии, боса, и что маленькие голые пятки прикрывались низкоопущенными панталонами. Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мной стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию. Я готов клясться, что Маша, или как звал ее отец Маща, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета — багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый. Одно облачко похоже на монаха, другое — на рыбу, третье — на турка в челме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях. Далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток. И под пасок, гонящий коров и землемеры, едущие в брички через плотину, и гуляющие господа, все глядят на закат. Все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота. Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, 80-летний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил. «Это ваша дочка, Авет Назарыч?» «Дочка — это дочка», — ответил хозяин. Хорошая барышня похвалил дедушку. Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой, Бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту. Вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой, с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза и такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови также идут к нежному белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке. Белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но, чтобы суметь их изваять, вам, кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы и, мало помолу, вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее и красивое, такое же красивое, как она сама. Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания, смотрит все время вниз, какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов. Это от того, думал я, что я весь в пыли, загорел и от того, что я еще мальчик. Но потом я, мало помолу, забыл о себе самом, весь отдался ощущению красоты. Я уже не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжания мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка. Ощущал я красоту как-то странно. Ни желание, ни восторг и ни наслаждение возбуждало во мне Маша от тяжелую, хотя и приятную грусть. Эта грусть была неопределенная и смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушку, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уже не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу. После чая дедушка лег спать, а я вышел из дома и сел на крылечки. Дом, как и все дома в Бахчисалах, стоял на припеке. Не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поравший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из небысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молодьба. Вокруг столба, вбитого в самую середку, гумно запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали двенадцать лошадей. Возле ходил хохол в длинной жулетке и в широких шароварах, хлопал бычом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошади и похвастать своей властью над ними. — А-а-а, каянные! А-а, нету на вас холеры! Боитесь? Лошади гнеды, белые пеги, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно помахивали хвостами. Из-под копыт ветер поднимал целые облака золотистые половые и уносил её далеко через плетень. Около высоких свежих скирт копошились бабы с граблями, двигались арбы, а за скиртами в другом дворе бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей, и такой же хохол хлопал бычом и насмехался над лошадями. Ступени, на которых я сидел, были горячи. На жидких перелицах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей. Под ступеньками и под ставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и голову, и грудь, и спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали под ощутому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром. И как птица полетела к небольшой закопченой пристройке, должно быть, кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери, и вместо ее на пороге показалась старая сгорбленная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бронила. Скоро на пороге показалась Маша, покрасневшая от кухонного жара, и с большим черным хлебом на плече. Красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор к гумну, смыгнула через полетение, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арбы. Потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через полетение, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен. «А, чтоб вам пропасть, нечистая сила!» И все время потом слышал я, не переставая шаги ее босых ног, и видел, как она с серьезным озабоченным лицом носилась по двору. Пробегала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то ногу, на то за ворота, и я едва успевал поворачивать голову, чтоб следить за ней. И чем чаще она со всей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль себя и ее, и хохла, грустно провожавшего ее взглядом всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к арбам. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда моей не будет, и что я для нее чужой? Или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайно, не нужна, и, как все на земле, недолговечна? Или, может быть, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке с разнообразной настоящей красоты? Я не знаю. Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркла от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее назад. Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дрожки и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга. Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, все время молчавши, быстро оглянулся и сказал «А славная у армяшки девка!» И хлестнул по лошадям.